Всем привет, с вами Талия Мечуковский и мы снова что-то делаем в фотошопе. И сегодня мы будем стилизировать изображение под поп-арт. Для этого мы будем использовать техники, о которых я уже рассказывал на своем канале. Ссылка на данные видео будет в описании, сможете по отдельности их посмотреть. А сейчас принесемся в фотошоп. Как обычно, взято фото из интернета, ссылка на которое в описании под видео, чтобы вы могли попробовать сделать то же самое. На первом этапе мы, как обычно, просто дублируем изображение, чтобы сравнить, что же было до и после. Следующий наш шаг, нам необходимо избавиться вот от такой реалистичной текстуры и преобразовать все к имитации рисунка. Для этого мы с вами создаем новый пустой слой. После чего выбираем инструмент, микс кисть, находится она вот здесь. Выставляем настроечки, как указано у меня на экране. Вы сможете поставить на паузу и все это дело посмотреть. После чего немножко увеличиваем масштабик. Подбираем нужный диаметр кисти. Кисть мягкая. И начинаем просто прорисовывать. Достаточно. Давайте посмотрим. У нас получилось убрать линию. У нас получается уже что-то приближенное к рисунку. Продолжаем работу на этом. Для этого сводим все на новый слой. После чего укладываем фильтр. Размытие. И выбираем размытие по поверхности. Здесь добиваемся еще более вот такого вот размытого эффекта. Как будто краской порисовали на коже. Здесь все уже на ваше усмотрение. Порог поставим поменьше. И радиус небольшой. Вот примерно таким образом. Жмем ОК. Отличненько. Наша кожа размылась, как и остальные детали на изображении. Все хорошо. Дальше усиливаем этот эффект при помощи фильтра. Идем в фильтр стилизация, масляная краска. Здесь уже на строчке подбираем индивидуально, какие ему больше нравятся. Я вот на таких остановлюсь. Нажимаем ОК. Первый этап готов. Мы нашу фотографию преобразовали в рисунок. Можем сравнить, как это было до-после. Отлично. Теперь нам необходимо добавить сюда контуры и текстуру. Для того, чтобы потом иметь возможность детально отредактировать контуры, дублируем наш последний слой. Идем в кладочку фильтр. Галерея фильтров. Здесь мы выбираем имитация. Очертание края. Так, масштабик регулируем. Здесь мы уже подбираем настройки. Примерно вот так. Жмем ОК. Создадим маску слоя. Кликнем вот сюда. После этого выбираем инструмент кисточку. У нас находится вот здесь. Обычная круглая кисть. Выбираем ей черный цвет. Жесткость можно поставить на 0. Стоим на слое смазки. Увеличиваем масштаб. И местами давайте вот поубираем вот эти темные линии. Там, где вам просто не нравятся вот эти темные линии, вы их просто стираете. Ничего в этом страшного нет. Неплохо. Сводим все это на новый слой. Дальше в кладочку фильтр. Резкость. Усиление резкости. И выбираем умную резкость. Настройки эффект 250. Радиус 1 пиксель. Уменьшение шумов 10%. Размытие по гауссу. Жмем ОК. Резкость готова. Теперь создаем новый корректирующий слой. Кликаем вот сюда. Выбираем сочность. Немного накрутим сочности с насыщенностью. Чтобы цвета стали вот такими, как уже на рисунке. То есть не естественными, а наоборот перенасыщенными. Здесь уже как вам больше нравится. И опять все сводим на новый слой. Смотрим, чтобы цвета были сброшены по умолчанию. Вот здесь у нас должно быть черно-белое. Нажимаем на вот этот маленький значок. Чтобы сбросить цвета по умолчанию. После этого днем во вкладочку фильтр. Галерея фильтров. Вкладочка эскиз. Полутоновый узор. Здесь увеличиваем масштаб. Видим вот наши те самые точечки появляются. Текстура. Здесь можете уже отрегулировать размер, который вы хотите. Контраст соответствующий. Я думаю, что вот нам в нашем случае вот размер 2. Контраст, я думаю, где-то вот около 8 будет достаточно. Жмем ОК. Текстура появилась. Теперь нужно же, чтобы у нас и цвет появился. У нас есть вариант использовать умножение. Здесь мы будем получать вот такой более, не знаю, жесткий эффект. Можем использовать, конечно же, экран. Здесь будет более мягкий. Вот. Но, как правило, используя либо перекрытие, либо мягкий свет, либо жесткий свет. Здесь уже от цвета, который вы хотите получить. Мне больше в данном случае нравится жесткий свет. Я его немного просто подкорректирую заливкой. Вот таким образом. Вот. Снизим заливку 67. И вот такой вот эффект. Мне больше нравится. Дальше вы можете уже сверху понакидывать какие-нибудь фильтры, там цветовые решения, кривые. Ну, все уже от вашей фантазии. Давайте сравним до-после. Вначале обычная фотография, в конце стилизированный под поп-арт-комикс рисунок. Дальше с ним уже можно сделать все, что угодно. Надеюсь, данная несложная техника, ну, точнее, набор приемов поможет в вашей работе. Если так, не забудьте поставить лайк и обязательно писать об этом в комментарии. Также, если вы хотите помочь каналу в продвижении, просто нажмите на колокольчик и поделитесь данным видео. Это очень-очень хорошо помогает продвигать сами ролики, соответственно, и канал. В описании под видео вы найдете ссылки на полезные видео уроки, которые касаются данного урока, а также другие уроки. Ссылки на соцсети, подписывайтесь, чтобы быть в курсе всего происходящего на канале. С вами был Виталий Мещуковский и мы встретимся в следующих видео. Всем пока!